Доброго времени суток, мой дорогой зритель. Я очень рад, что ты зашел именно на мой канал, кликнул по этому видео. Я думаю, ты насытишься полезной информацией, узнаешь всего много нового. И, конечно же, не забудешь глянуть ссылочки в описании. Все они весьма информативные, и там присутствует очень много живого общения. Если ты, конечно, сам проявишь инициативу. Ну что ж, приятного просмотра. С анонса обновления 8.2 прошло уже достаточно много времени. Впервые о нем начали говорить на Блесконе 2018 года. Теперь информации об этом обновлении очень много в сети. И можно обсудить уже все детально. Итак, нас ждет новый континент. Носжатар, на котором все будет интересно, классно. Нас ждут новые квестлайны, которые раскроют сюжет этого континента. И как мы вообще, собственно, на него попали, также будет рассказано. Будут новые друзья, новые враги. Возможно, те друзья, которые присоединятся нам по квестлайнам, в будущем станут нашими союзными расами. Есть у меня такое небольшое предположение. Конечно же, без новых друзей не может быть новых врагов. Прислужники древних богов. Ну а также наги, само собой, насыщающие этот континент. Новые награды, маунты, питомцы, также ждут нас в этом обновлении. Маунт, краб, питомец, ребенок наги. Такой маленький-маленький, такой хорошенький. Мимимишный. Будет открыт новый рейд, в котором будет 8 боссов. Также, возможно, подводное сражение. И, конечно же, сражение с самой королевой Ашарой. Это будет достаточно эпично. Мехагон. Древний, затерянный город гномов. В котором коварный король Мехагон хочет абсолютно всех из своей крови и плоти переделать в чистых роботизированных созданий. Наша задача его остановить. Для того, чтобы остановить короля Мехагона, мы отправимся в самое сердце этого затерянного города гномов. Мы отправимся в подземелье на 8 боссов. По размеру это дело будет похоже на каражан, который был доступен в легионе. Присвоена будет только мифическая сложность этому подземелью. Также в подземелье будут доступны новые маунты, новые питомцы. Ну и, конечно же, последним боссом будет являться сам король Мехагон. Конечно же, военная кампания и цепочка основных крестов будет продолжаться. Связана она будет с Сильваной и Сурфангом со стороны Орды, ну и с Джайной и Андуином Рином со стороны Альянса. Также продолжится цепочка магний по спасению нашей планеты Азерот. Небольшое внимание стоит уделить новым сетам брони, а именно традиционной броне для союзных рас, для гномов и для тауренов. Весьма интересно, по какому поводу вообще это дело открывается, но, думаю, по ходу выполнения квестов нам это все расскажут. Будут добавлены две новые экспедиции. Кристфол из Варкрафта 2, ну а также новый остров Снежный Цветок. Это деревня Пандоренов. Весьма интересная в своей постройке. Многие люди жаловались на то, что военные фронты очень легки в своем выполнении, поэтому будут добавлены героические версии этих военных фронтов на 10 и более человек с новыми механиками и, конечно, с усиленной наградой. По старту обновления 8.2 будет введен третий сезон Battle for Azeroth. Незжатарский тематический модификатор для подземелий Mythic+. Новый PvP сезон, ну а также увеличение итем-левела вещей. Для игроков, любящих PvP, будет добавлена новая арена, новые маунты, которые будут доступны за гладиаторские звания, ну и также при просто самых обычных играх при рейтинге 1400 и выше, если, конечно, ничего не поменяют. Самое главное нововведение в обновлении 8.2 это, конечно же, полеты. Я знаю, как многие игроки уже устали своими ножками топать по земле Култироса и Зандалара, так что быстренько делаем достижения, когда выйдет обновление 8.2 на получение второй части первопроходца, а если вы не сделали первую часть, то ее обязательно стоит сделать именно сейчас. Всех вам благ, счастья, здоровья, удачи в выполнении будущих достижений, а также коллекционирования маунтов и питомцев. Берегите ноги, до скорого!